Приветствую вас и я предлагаю вам рассмотреть вопрос в двух аспектах. Аспект внутренний это взгляд изнутри на ваши отношения и аспект внешний это более конкретный ответ на ваши вопросы. Вот. Пожалуй, начнем с главного. То, что женщина требует от вас определенных моментов, определенных аспектов, а то, что она вас попрекает постоянно, говорит о том, что она сама не находится в гормонии с собой, говорит о том, что у нее есть некая неудовлетворенность, которую она выражает так, как может. То есть тут нужно понимать, что требования женщины, они обусловлены неким стимулом. И этот стимул, он появился не сейчас, он появился не сразу, он появился не в течение непродолжительного времени, он был с вами уже какое-то время. И если вы даже сможете предоставить ей то, что она хочет один раз, то понимаете, не факт, что проблему эту решит. Не факт, что женщина не начнет попрекать вас чем-то еще, не факт, что женщина останется довольной. Потому что, смотрите, она попрекает вас постоянно. То есть ей постоянно что-то не нравится. Но раз она не говорит, что она хочет именно конкретно, точнее всего конкретного, она в виду не имеет. Это значит, что ей хочется, чтобы вы сами для нее что-то сделали такое, что вот ей внезапно понравилось бы, и она испытала какие-то эмоции. Хорошо. Но возникает вопрос. А почему женщина, не зная, чего она хочет, требует от вас? Знаете, так вот, в роде каприз. Почему женщина капризничает? Наверное, ее что-то не устраивает в вашей жизни. И вот об этом она подумает. Что может не устраивать вашу женщину вообще в принципе в вашей жизни? Вы пишете, что вы вместе пять лет, она упрекает вас, что никогда вы не звали ее на свидание. А с какого момента она начала вас упрекать? Не все же пять лет, верно? А с какого-то момента это началось. Вот давайте подумаем. Подумаем о тех обстоятельствах, которые подпособствовали данному явлению. Может быть, это действительно та ситуация, о которой сказал мой коллега. Когда вы за что-то сами чувствуете перед ней вину, да, и начинаете стараться, как эту вину загладить. А она здесь играет роль агрессора вашей жизни. Может быть так. Может быть, ситуация другая. Может быть, женщина сама начинает понимать, что ей вот не нравится то, что есть, ей хочется чего-то больше. Она хочет, чтобы вы были другим человеком. Понимаете? Если вы с ней начали встречаться, если вы с ней поженились, прошились с ней уже какое-то время, то это говорит о том, что вы проявляете себя, как сформировавшийся настоящий мужчина. Здесь слово настоящий употребляется в том смысле, что вы не изменяете себя. Вы, нажав определенную стратегию направления поведения, вы ее придерживаетесь, придерживаетесь этой стратегии, этого направления. И вы не изменяете себе. Но женщине это не нравится. А раз не нравится, раз она примет от вас чего-то такого, что в принципе для вас не свойственно, значит, она пытается вас изменить. То, что у нее есть, то есть вы у нее есть, то, какой вы у нее есть, ее не устраивает. Она хочет, чтобы вы были другим. И, к сожалению, здесь, именно в этом контексте, можно говорить о том, что либо у женщины существует очень серьезная неудовлетворенность в чем-либо, и она проявляется вот так вот. То есть это попытка купировать, это попытка заместить романтикой какие-то внутренние проблемы. Либо ее, либо ваши совместные, либо еще какие-то. Тут нужно анализировать. Вашу жизнь и, в частности, вашу супругу и жизнь вашей супруги, чтобы лучше понять, что может вызывать у нее такую вот реакцию. Но, тем не менее. Либо она испытывает определенный кризис в отношениях с вами, определенный кризис в чувствах к вам. И этот кризис стимулирует ее на то, чтобы ваши отношения оживить. Но она пытается их оживить именно вот в таком ключе. Конечно, это реакция сама по себе нормальна. Но важно проработать причину. если, например, она действительно переживает кризис, а челс к вам, то в таком случае можно сделать небольшую палку. Вам можно выбрать, вы друг другу успели немножечко понадобиться. И тогда нужно, может быть, побыть отдельно, чтобы вы вновь начали друг по другу скучать. И вот тогда уже это принесет вам ту самую свежесть в отношениях, которую хочет получить ваша супруга. То есть, я надеюсь, понятно. Первый аспект заключается во внутренних проблемах вашей жены. Поскольку ваша жена упрекает, значит, ей что-то не нравится. То есть, если ей что-то не нравится из того, что было всегда, вы говорили, что вы там с ней проводили время, и ходили, и по паркам гуляли, и все, то, значит, ей в какой-то момент времени перестало нравиться то, что было всегда. Значит, она перестала принимать жизнь с вами такой, какая она была, какой она есть, и, значит, перестала принимать вас таким, какой вы тоже есть. И это говорит о изменении ее отношения к вам, об изменении ее чувств к вам. Ладно понять, насколько эти изменения произошли глубоко. Если изменения достаточно сильны, то что бы вы ни делали, это не прекратит упреки. Потому что упреки здесь имеют глубинную основу, глубинную почву. И нужно понять, что же жену беспокоит. на самом деле все она хочет заглушить вот этой вот романтикой, чтобы работать непосредственно с проблемой, а не с ее следствием. То есть, смотрите, какая получается интересная ситуация. Она говорит, что хочет одваться определенных вещей. И этим вас упрекают. Получается, она ставит вас в условия, вам условия ставит. Если вы хотите, чтобы все было хорошо у вас с ней, значит, нужно следовать ее, ну, скажем так, желаемым. А если вы не будете этого делать, то вам все будет хуже. Эта условность в отношениях исключает искренность. Если это действительно так, то о причинах исчезновения искренне и нужно говорить. Дальше. Следующий момент, о котором мне хочется вам сказать, это момент внешний. Он связан непосредственно с тем, что вы спрашиваете. И вам действительно дали много уже советов относительно того, как поступать в этом вопросе, в этой ситуации. Я думаю, что о Венече Ли гадать можно очень долго. Но есть два момента, которые нужно учитывать. Первое. Романтика это когда друг для друга не существует никого вокруг. это означает, что Сынчина хочет ощущать, что кроме нее вы никого больше не видите. Ей, в принципе, все равно где и как вы это проявите. именно ощущение, что вы кроме нее больше не заменьшаете никого, и она для вас единственная во всем белом случае. И даже тут самая романтичность, которая ей так нужно. А сделать это можно где угодно. Например, вот вы идете по улице, элементарно, просто вот идете по улице, да, и вы внезапно останавливаете ее и говорите, ты знаешь, там, дорогая, ты такая красивая, и так далее. И быстро не говорите какие-то хорошие вещи, приятные вещи. Я понимаю, что вы никого другого не замечаете. Вам все равно все по-дому и другие люди. Вам все равно что они смотрят, что они слышат, что вы говорите и так далее. Вы это делаете. И это и есть та самая романтика, которая хочет вас попробовать. Это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что можно очень долго опять гадать. Какой именно сюрприз делает ваша женщина, но если вы прошили с ней приличное количество времени, то вы наверняка знаете ее интересы, наверняка знаете ее какие-то желания, ее предпочтения, в чем-то, что бы она хотела. И вот этот момент именно расспрос ее о том, чего она хочет, что ей нравится, что бы хотела попробовать и так далее. вопрос в этом ключе причем непринужденный, причем абсолютно в обычной ситуации, так, чтобы она ничего не заподозрала. И потом последующее предоставление ей это и будет достижением того самого, чего женщина хочет. Я думаю, что если вы и первую сторону проблемы, и два аспекта второй стороны проблемы соедините воедино в своем восприятии женщины и отношений с ней, то вы можете, вы имеете все шансы на то, чтобы вывести с ней взаимодействие на новый уровень. Но если вы предпочтете выборочно действовать, то есть в каком-то одном направлении, то вы рискуете остаться на том же уровне, что и сейчас. И женщина, если она действительно чем-то не удовлетворена, если она что-то не получает от вас, ну, рано или поздно найдет того, кто сможет ей дать то, что она хочет. И вам нужно иметь это в виду, понимая, что она, как человек как личность имеет полное право на удовлетворение своих желаний. Да, эти желания ей не гарантированы. Да, это желания не первых требований, первой необходимости и так далее. Но для нее это важно. И следуя пирамиде желаний, надо сказать, что они неизменно появляются по достижению других более необходимых попрямностей. И только в том, чтобы абсолютно все попрямности человека уважать. И только тогда можно рассчитывать на то, что у вас получатся те самые гармоничные отношения, которые вы, наверное, для себя хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращаются в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. Желаю вам всего доброго. до до Продолжение следует...